Доказав, что Чистое Небо – величайший в мире клан! Чистое Небо – величайший в мире! Клан Чистого Неба официально открыт. Теперь весь континент снова увидит былую боевую мощь мастеров Чистого Неба. Более 20 лет клан был закрыт от всего мира, но теперь время для больших перемен. Тан Сан стал Верховным Старейшиной, хотя он и не будет главой, но получит здесь большую власть. Все мастера Чистого Неба последуют за ним, и клан снова станет величайшей силой на континенте. Вместе с кланом Тан – это большая мощь перед лицом грядущей войны. Также Тан Хао наконец исцелился. Сан помог вернуть отрубленные конечности. В серии всё произошло слишком просто и быстро. Согласно новелле, Тан Сан поочерёдно восстанавливал конечности отца. Сначала руку, а потом ногу. Он по-новому разрезал зажившие раны трезубцем и вкладывал в это место духовную кость. А потом с помощью навыка кости правой ноги регенерировал конечности. Это был сложный, болезненный процесс. Духовная сила влилась в руку Тан Хао, и его кость вернулась на прежнее место. В тот же момент сила Тан Хао поднялась с 79-го ранга обратно на 80-й. Эта недавно выросшая правая рука не чувствовала ни малейшего отторжения. Ловкость, сила, словно он никогда не терял свою руку. Новая рука была немного бледной и нежной, совсем не похожа на стальную и тёмную кожу Тан Хао. В общем, восстановление руки и ноги отца заняло несколько часов. После этого Сан привёл Тан Хао в тихую комнату, приготовленную главой, и убедил отца немедленно начать совершенствоваться, чтобы максимально восстановить утраченную духовную силу. Также, благодаря таинственному небесному навыку, Тан Сан помог отцу открыть 8 необычных меридиал. Это, несомненно, заставило духовную силу Тан Хао восстановиться ещё лучше. Его сила пробилась через узкое место 96-го ранга. Только представьте, какой огромной мощью станут два брата Чистого Неба, каждый с 97-м рангом. Враги из Духовной Империи, берегитесь. Очень жаль кузнечного бога Лоугао, который пожертвовал собой ради создания скрытого оружия. Но, по словам Тан Сана, его работа была несравненной. Скрытое оружие секты Тан стало даже лучше. Интересно будет посмотреть, как покажут себя в деле эти инструменты. Можно ли с их помощью победить титулованного? А между тем, миллионное войско под командованием императора Сиэбена готово к войне. Оно состоит из множества воинов, но всё-таки главной силой являются духовные мастера. Тысячи мастеров клана Тан, Академии Шрек и Секты Семи Драгоценных Изразцов составят мощную конкуренцию войскам Бибидун. Монстры Шрека тоже прибыли на передовую. Само собой, ответ Духовной Империи не заставит себя ждать. Императрица Бибидун готовится к наступлению и стягивает войска. В анонсе показали очень любопытный момент, как титулованный меч нападает на Тан Саной Сяву. Его мечи буквально повсюду, а с его 97-м рангом мало кто из Духовного Храма составит ему конкуренцию. Почему это случилось? Согласно первоисточнику, когда Тан Сан и Сяву прибыли на передовую к армии Небесной Империи, их приняли за шпиона. Мастера Зала Скорости окружили их и подали сигнал остальным. Само собой, такую огромную армию в миллион человек очень хорошо охраняли, и любой чужак моментально будет обнаружен. Тан Сан поднял капюшон и слегка улыбаясь сказал, что он глава клана Тан, пришел на помощь армии. Но дозорные, глядя на Тан Сана не поверили, как глава клана может быть таким молодым. Они сказали, даже если вы собираетесь солгать, по крайней мере сделайте это правдоподобно. Действительно забавная ситуация. Но Тан Сан конечно не разозлился, он знал, что в лицо его видели не так много людей. Он издал оглушительный рев и энергетической волной слегка отбросил мастеров. И вот здесь началось самое интересное. В этот момент, титулованный меч почувствовал присутствие человека с еще большей духовной силой, чем у него самого. Первая возникшая мысль, это пришла Бибидун 99 ранга, чтобы внезапно напасть на их войска. Чин Син не мог позволить армии понести такие потери еще до начала войны, поэтому он атаковал в полную силу. Как титулованный 97 ранга, он даже слился со своим духом оружием. Эта атака была его самым сильным навыком. Как показано в трейлере, Тан Сан отбил нападение Чин Синя навыком его кости от обезьяны Титана. А еще Сан использовал защитный навык Трезубца, нефиксированная буря, чтобы заблокировать эту внезапную атаку. Когда Чин Син увидел, что это Тан Сан, он выдохнул с облегчением, но был сильно шокирован. Он не мог и подумать, что тот, кто так легко отразил две его сильнейшие атаки, на самом деле является Тан Саном. Да что там говорить, Тан Сан уже превзошел титулованного меча по боевой мощи, но не по рангам. На самом деле, придя к войску Небесной Империи, Сан будет на 93 ранге. Однако, даже с Трезубцем, Тан Сану было нелегко в битве с мечником. Одно дело тупое оружие, например молочистого неба, и совсем другое дело острое оружие, такое как меч семи убийств. Отбивая атаку меча, Сан почувствовал большую разницу. Как все это будет в аниме, мы увидим. Дело в том, что Тан Сан пришел в свой клан, и там все были на месте. Они не ушли с войском императора, поэтому скорее всего они все вместе отправятся на передовую. А как же будет круто увидеть всю команду монстров Шрека снова в сборе. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, Тан Сан против Чин Синя. Интересно ли будет увидеть такую битву? Подписывайтесь на канал, и всем пока.